Жительница дома по Кузьмина 17-1 рискует оказаться под завалами своего же дома. Квартира 78-летней Анны Петровой находится на первом этаже старой деревяшки. Дом находится в таком состоянии, что даже строители отказались ремонтировать его. В стенах бреши пол неровный, а потолок в любую минуту может обрушиться. Как ветеран Дитя войны в таком почетном возрасте оказалась в этой ситуации, если выход из нее узнавала Валентина Бубякина? Я думала, что я под 40 лет так буду жить. Анне Петровой сложно сдерживать слезы. Сил жить в таких условиях больше нет. Женщина переехала в эту квартиру на Кузьмина 17-1 14 лет назад. Тогда дом был еще в пригодном состоянии. Но сегодня здание рушится прямо на глазах. Пол просел, стены отходят друг от друга, а потолок в любой момент может свалиться на голову. Хотя и без этого травм избежать не удалось. На днях пожилая женщина споткнулась о кривые полы и разбила себе лоб. Глубокую рану Анна Николаевна прячет под платком. Сейчас деньги есть, квартира есть, и все у человека есть. А если у меня ничего нет, я что должна делать? Дед был, дед умер. Все. Никаких помощников у меня нет. По словам представителей управляющей компании Плутон Вита, они помогают жительнице всем, чем могут. Придут, двери починят или просто посуду помоют. Даже строителей нанимали для ремонта. Но те отказались из-за угрозы обрушения здания. Любое вмешательство может привести к печальным последствиям. Очень много было комиссий. Все приезжают, смотрят, но это разводят руками. И реальной помощи никому нет. Было заседание МЧС. Угроза обрушения была признана в том году весной. В департаменте жилищных отношений разводят руками. Дом признали аварийным только в 2014 году. А значит, в программу переселения он не вошел. А денег в бюджете города для расселения собственников нет. Новое жилье смогли дать только муниципальным нанимателям, проживавшим в этом доме. Чтобы расселить оставшихся, нужны дополнительные средства. Бюджетных средств, чтобы возместить собственникам стоимость квартиры. Когда будет финансирование, у нас проблема будет сразу решена. А деньги должны появиться только в середине 2018 года. Выдержать ли дом до того времени неизвестно. И таких примеров в Якутске, к сожалению, немало. Только официально признано аварийными свыше 200 домов. Саргалана Захарова, Валентина Бубякина, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.